Добрый день, коллеги. Меня зовут Хайрулин Фаим. Я представляю компанию о Градиент Килби и сегодня мы с вами поговорим о Smart Grid системах, о том, как они представлены в России, какие тренды существуют у нас и за рубежом и немножко приоткроем завесу, заглянем в будущее, посмотрим, что же нам предстоит увидеть в ближайшее время. Начну с того, что мы являемся одним из интеграторов в России, который производит так называемый Smart Grid системы или умные сети. На первом слайде вы увидите наше здание, это институт гибридной энергетики, который построен на нескольких технологиях. Во-первых, это восполняемые источники энергии, это солнечные электростанции, на крышу можно увидеть, разглядеть там солнечные панели. Также здесь применен накопитель энергии, который является центральной частью энергосистемы для того, чтобы оптимизировать расходы электроэнергии, а также использовать различные тарифы при потреблении из общей сети. Если говорить именно про солнечную электростанцию, то она построена таким образом, что когда у нас есть солнечная генерация, то мы используем электроэнергию сгенерированной солнечной электростанцией. Когда же у нас недостаток солнечной генерации, то есть в то время, когда она отсутствует, то мы потребляем электроэнергию из накопителя. Также мы имеем возможность от общей сети подключаться и заряжать наши батареи. Тем самым мы сглаживаем пики потребления электроэнергии и можем использовать различные тарифы при потреблении электроэнергии. Второй технологией является использование тепловых насосов, использование грунтовых вод для того, чтобы охлаждать и отапливать помещение. Следующее – это автоматизация всего здания, основанная на передаче через КНХ шину. Все инженерные системы увязаны в единую платформу с помощью которой мы можем управлять и солнечной электростанцией, и освещением внутри здания, и вентиляцией, которая является адаптивной. Также мы можем управлять с помощью датчиков присутствия климатом в целом в помещении, в котором люди находятся. Управление светом происходит здесь через протокол Дали. Применено много различных технологий, таких как видеоаналитика, которая начинается со спутсистемы. С помощью видеоаналитики мы также определяем количество людей в помещении. Благодаря этому мы можем сделать обмен воздуха таким образом, что не нужно дожидаться сигналов от датчика превышения СО2, а уже можем предиктивно настроить воздухообмен таким образом, чтобы людям было комфортно. Это то, что имеется у нас в Самарской области, в городе Тольятти наш офис находится. В 2017 году у компании EBB это здание было номинировано как здание будущего. На сегодняшний день это помимо того, что наш офис это и лаборатория, где мы отрабатываем передовые решения, основанные там и на искусственном интеллекте, и на больших данных, и связанные с видеоаналитикой, и так далее, и тому подобное. Помимо тех технологий, о которых я рассказал, здесь также немаловажно отметить и то, что при строительстве этого здания мы учитывали и применяем строительные материалы для того, чтобы обеспечить наибольшую энергоэффективность здания. Каких же результатов мы добились? То есть на слайде мы видим то, что мы добились того, что у нас энергия, потребление энергии сократилось в три раза, а годовое потребление мы сократили в шесть раз за счет применяемых технологий. Это здание на самом деле было построено по трендам, наверное, 13-14 годов. Сейчас я предлагаю посмотреть, что же сейчас есть на рынке, что сейчас представляют производители, и в качестве примера я приведу компанию Tesla, которая является, наверное, одним из лидеров по производству систем резервирования и хранения электроэнергии. Если смотреть по тем результатам, которых добилась компания, то мы можем увидеть, что сегодня литий-ионная батарея получили настолько серьезный скачок, что срок службы батареи увеличился. Это, во-первых, за счет применения новых материалов, за счет оптимизации использования батарей, за счет использования инверторного оборудования. Таким образом, мы можем говорить, что наши батареи могут там прослужить до 30 лет. Это серьезный большой срок. С точки зрения автоматизации, компания TESVALT буквально недавно презентовала свой батарейный оптимайзер, который позволяет контролировать заряд и разряд каждой конкретной ячейки, не позволяя осуществлять глубокий разряд ячейки, что приводит к уменьшению ее срока службы. Соответственно, таким образом они повышают качество производимой продукции и качество производимого тока. КПД с использованием накопителя TESVALT и использование современных инверторов до сегодняшний день достигает до 93%. Да, наверное, нужно отметить, что в нашем здании мы использовали именно накопитель компании TESVALT к наружному применению в контейнере. Что же нам дают эти накопители? Как я уже говорил, на примере нашего здания это, во-первых, система резервирования. Когда у нас есть излишки, мы можем их зарезервировать, и когда у нас будет недостаток электроэнергии из сети, то мы сможем использовать его из накопителя. Это первая сторона. А вторая сторона – это рецензионного качества. То есть мы все знаем то, что в сети у нас бывают и скачки, и скачки напряжения, и бывает и частота скачет. Но благодаря системе Better Management System, который как раз-таки отсекает все эти моменты, мы можем получить ток того качества, который нам необходим. Это очень важно для таких организаций, например, связанных с медицином, где есть высокоточное оборудование и очень капризно к потребляемым мощностям. Также это можно использовать и в домашнем хозяйстве. То есть это можно где-то там на какой-нибудь даче или в коттеджном поселке использовать накопитель для того, чтобы питать целый дом. В этом мы с вами поговорим чуть позже. А сейчас я хотел бы перейти к следующим компаниям, которая наверняка известна многим, и первая на ум приходит, когда мы говорим про электромобили. Это компания Tesla. Буквально 21 сентября была презентация Илона Маска, это был Battery Day, и там было очень много интересных моментов. Я вот их представил на слайде. Чего же добилась компания Tesla в производстве электромобилей? На сегодняшний день они заявляют, что на 56% они снизили стоимость киловатта в долларовом выражении. То есть это существенно. За счет чего им удалось этого добиться? Во-первых, это увеличение мощностей, увеличение энергоемкости батареи, а также снижение себестоимости продукции за счет оптимизации поставок, за счет применения новых материалов. И в итоге это привело к 16% росту запаса худоавтомобиля при том же количестве ячеек. Таким образом, мы можем говорить, что сегодняшние конденции такие, что многие смотрят именно в сторону и электромобиля, и электрического будущего. Как эти технологии связаны? То есть мы проговорили про батареи, которые используют для питания зданий, и посмотрели это в автомобиле строения. Я веду к тому, то что вот эти вот технологии, на самом деле, они очень тесно связаны между собой. Если сегодня говорить про стандарты и в строительстве, и в автомобиле строения, то хотелось бы обратиться именно в Калифорнию. Это наиболее перспективный, наиболее передовой штат в Соединенных Штатах. И в 2020 году у них были приняты совершенно новые стандарты, в которых говорится, если вы сегодня захотите построить малоэтажное здание, то вы будете обязаны обкомплектовать солнечными батареями. Вы должны будете поставить накопитель, использовать адаптивное освещение и вентиляцию. И это прописано уже в стандартах Калифорнии. Таким образом, штаты говорят нам о том, что они смотрят в сторону и зеленой энергетики, и об снижении потребления углеводородной энергии. И уже вот есть первые шаги о том, что вот эти все вещи уже как, уже не какой-то хайп, а уже прописываются в стандартах. Имея, также важно отметить, что в Соединенных Штатах идет тенденция к тому, что очень популярны становятся электромобили. Соответственно, мы вынуждены уже около своего дома в проектных решений закладывать там какие-нибудь чардж-станции для подзарядки автомобиля. Итак, какие же источники мы будем использовать при проектировании и строительстве малоэтажных домов? То есть, что же мы возьмем за основу на теплоснабжении и электроснабжении небольшого дома? Мы видим это в некой интеграции. То есть, вот на слайде представлен дом, где у нас автомобиль подзаряжается. Компания Nissan и Renault несколько лет тому назад заявили о том, что использовать электромобили для системы vehicle-to-grid. Что это значит? Использовать подключение. Это означает то, что подключаемые автомобили к зарядке могут быть использованы как источники резервного питания. То есть, батарея, которая находится в автомобиле, может быть использована как источник резервного питания какого-то здания. Например, допустим, ситуация такая, что к офису подъехало несколько электромобилей и поставились они на зарядку. Хозяева ушли на работу, а в течение дня, когда наступают какие-то пики потребления здания, то здание может покупать электроэнергию из автомобиля. То есть, не только автомобиль подзаряжается от электросети здания, но здание само может отмогутаться. Эту концепцию они прорабатывали на примере европейских стран, что по экономике показало, что владельцы таких автомобилей смогут там зарабатывать порядка тысячи евро в год. Какие же минусы этого решения? Ну, во-первых, надо отметить, что постоянная нагрузка на батарею – это заряд и разряд. Мы можем говорить, что это уменьшает срок службы автомобиля. Но понимая то, что в дальнейшем и оптимизация использования батареи, и применение новых материалов, и применение новых ячеек, вполне возможно, эту проблему решит. Таким образом, мы видим, что технология vehicle-to-grid может быть использована как vehicle-to-home. То есть, почему бы нельзя рассмотреть систему в том ракурсе, что когда вот твой автомобиль является не только источником продажи электроэнергии каким-то офисом и так далее, а источником дополнительного питания для своего дома. То есть, если построить систему Smart Grid таким образом, что автомобиль может быть резервным источником питания, то вполне возможна такая история, когда у нас дом абсолютно автономный, построен на системе тепловых насосов, солнечные электростанции. И человек может там раз в два-три дня выехать куда-то в торговый центр, подзарядиться там и привезти электроэнергию с собой, которая может хватить там на три-четыре дня для того, чтобы питать там большой коттедж в сто квадратных метров. Это то, что можно уже сделать сейчас. На сегодняшний день уже многие компании смотрят в эту сторону. Почему? Потому что есть проблемы при строительстве коттеджев, нехватка сети, не всегда там подведен газ, не всегда бывает возможность быстро подключить электроэнергию и так далее и тому подобное. Ну, построив по концепции vehicle-to-grid, то мы можем поставить дом абсолютно в любом месте и использовать технологию vehicle-to-home для того, чтобы автомобиль у нас был не только как средство передвижения, но и как источник дополнительного питания. А где же все-таки взять нам полностью зеленую энергию? Это еще один такой немаловажный вопрос. Мы понимаем то, что век двигателя внутреннего сгорания и использование газа еще долго продлится. И, посмотрев по сторонам, мы увидели одно очень интересное решение, которое позволит использовать углеводородные отходы для безотходного производства энергии. Компания TurboTor разработала систему безотходного производства энергии из мусора, основанную на термомеханической деструкции. и которая позволяет получать электроэнергию, тепловую энергию, также жидкое топливо в виде синтетического жидкого топлива и газов. Система построена таким образом, что может использовать углеводородное сырье из жизнедеятельности человека. То есть это ил из канализационных шахт. Это может быть отработанная резина, может быть отработанные масла. Также от производства это тяжелая нефть. Система, она запатентована на сегодняшний день, не имеет аналога в России. И имея такие вот мусороперерабатывающие заводы где-то под боком, мы можем говорить, что есть возможность построить зеленый поселок, зеленый коттеджный поселок, который будет... То есть это помимо там своей системы генерации, то и с помощью генерации получено от таких мусороперерабатывающих заводов, то мы можем говорить, что построим такой автономный, может быть это поселок, это может быть какой-то квартал. Вот на сегодняшний день мы видим именно вот такие вот тренды, такие направления. Ну да, и, наверное, стоит пройтись по плюсам и минусам о том, что я сегодня говорил. Это концепция Oracle to Grid. Да, мы имеем из плюсов это дополнительная мощность к нашему дому, это выравнивание пиков потребления при использовании автомобиля, когда он там подключается к какому-то офисному зданию, еще кому-то. С помощью трансфера энергии мы можем перевозить энергию на автомобиле, также можем ее продавать, что может быть как-то... При те же самые Smart Grid системы, Smart Grid дома, построенные на солнечной электростанции, при излишней генерации могут как раз-таки продавать ее соседи. То есть мы из дома, получается, который раньше просматривался только лишь как потребитель, то сегодня же можно строить дома таким образом, потому что они будут еще и источником генерации. Какие минусы? Да, на сегодняшний день минус следующий. Пока нет регулирующего какого-то аппарата при продаже электроэнергии. Непонятно, по каким тарифам покупать или продавать электроэнергию из автомобиля или из генерированной дома. Здесь пока ситуация не очень ясная. Ну и да, по тем технологиям, по которым строятся сегодня автомобили, это использование автомобиля как источника резервного хранения и источника трансфера энергии, то здесь это существенно влияет на жизненном цикле батареи автомобиля. Соответственно, это замена батареи, ячеек, существенные затраты. Ну на этом у меня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok